Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Актуальные интервью». Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России. А в отдаленных, труднодоступных местах она продлится до 20 декабря. Зачем нужна перепись населения, на какие вопросы необходимо отвечать, об этом поговорим сегодня с заведующей кафедрой социальной коммуникации Севастопольского госуниверситета. Ольга Валерьевна Ермак. Ольга Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Рады встрече с вами в нашей студии. История переписи населения в России начинается с 1897 года. Она проводится, как известно, один раз в 10 лет. Насколько важна текущая перепись населения с точки зрения социологии? Она важна не только с точки зрения социологии, но и с точки зрения экономики и стратегического планирования. С точки зрения социологии перепись населения важна потому, что за эти 10 лет расширились миграционные потоки внутри России и извне в Россию. И нужно четко понимать, какие регионы увеличили свое население и, соответственно, как в этих регионах стратегически планировать. То есть строительство жилья, распределение ресурсов, как люди живут, где, какие территории нужно, чем усилить и так далее. А какие регионы, наоборот, показали убыль населения? И понять нужно, с чем это связано, может быть, как-то усилить эти регионы. В нынешнем году перепись населения проходит в цифровом формате. Конечно же, это хорошо, это облегчает работу переписчиков. Давайте поговорим о том, какие конкретно появились возможности, связанные с цифровым форматом. О плюсах, о достоинствах, а, быть может, о каких-то недостатках, которые возможны при этом формате. Я делаю в том, что сама прошла перепись именно в цифровом формате. И считаю, что это максимально комфортное прохождение переписи. То есть максимально комфортная цифровая услуга. Плюсы, конечно, в том, что этот человек может сделать в комфортное ему время, спокойно, подумав на тот или иной вопрос, не задерживая переписчика, который к нему пришел и так далее. Минусы, наверное, состоят в том, что далеко еще не все население Российской Федерации имеет возможность ответить на вопросы в цифровом формате. Кто-то, потому что просто не имеет таких компетенций. То есть не может человек зайти на госуслуги и сам ответить на эти вопросы. А кто-то, может быть, потому что у нас не все районы показывают высокую, ну скажем так, интернет-охват. То есть не все охвачены тем качеством интернета, который необходим, а может быть, где-то его и нет, если это сельские глубокие какие-то территории. Поэтому здесь, конечно, минусы есть. Переписчики должны дойти до каждого. Но, конечно же, необходимо осмотреть, будет динамики. Это первый опыт, он интересный. И я думаю, что в следующей переписи уже количество тех, кто будет в цифровом формате проходить, будет расти. Нужно смотреть просто, в какой динамике это происходит и как это происходит по регионам. Еще неделю будет длиться всероссийская перепись населения. В течение этой недели тот, кто не успел принять в ней участие, обязательно должен это сделать. Для тех, кто еще не в курсе, сколько вопросов, какие-то вопросы, на что придется отвечать нам всем. На самом деле, сейчас добавлен один блок вопросов. Я считаю, как раз, с моей точки зрения, это достаточно интересные вопросы. Как раз, собственно, социологические вопросы. Все остальные вопросы присутствовали в переписях предыдущих лет. Традиционные вопросы. Традиционные совершенно, да. И я не думаю, что они что-то покажут. Они просто покажут мониторинг ситуации. А вот блок новых вопросов о качестве жилья, об условиях, которые есть в этом жилье, да. Сколько человек не прописаны, а реально проживают в этом жилье. Вот они показывают качество жизни людей. И мне кажется, что это очень важно, да. Не просто, ну, например, там, есть газ в доме или его нет, да. А что, если нет газа, что есть, да. Например, там, электроплита, да, электричество. Значит, если эта территория находится в основном в электрическом, ну, подключение электричества и газа здесь нет, значит, наверное, эту услугу надо дать. То есть вот эти вопросы, они позволят получить показатели, отвечающие, которые смогут ответить на вопрос качества жизни населения по регионам, по районам, по каким-то там сельским территориям отдельным и так далее, и так далее. Это очень важно на самом деле. Опять-таки, повторюсь, для стратегического планирования. На сегодняшний день в этой переписи есть ли вопросы, которые были удалены, потому что потеряли свою актуальность? Вы знаете, я не думаю, что были какие-то вопросы удалены. Конечно, я не могу точно сказать, это могут сказать сотрудники Росстата, но вот тот вопрос, который всегда муссировался, удалять его, не удалять по поводу национальности, он есть и даже добавлен, расширен языками, языками в быту, какие вы знаете, какими вы пользуетесь, для чего вы пользуетесь. То есть, как раз тоже очень интересный блок вопросов, языковой, да? То есть, такая лингвистическая палитра по регионам, какие языки люди знают и на каких они говорят. Это тоже очень важно. Есть ли возрастные ограничения для прохождения переписи и дети могут ли, обязаны ли они принимать участие? Нет, дети не обязаны принимать. Детей переписывают взрослые, указывая, что в этом домохозяйстве, квартире, частном доме они проживают со своим ребенком или детьми. То есть, со слов родителей. Данные в переписи указаны со слов ответчиков. То есть, не нужно, нет никакой необходимости как-то документально подтверждать свою личность, предъявлять паспорт и так далее. Но бывает, что информация это просто, ну, я не знаю, не все люди адекватно реагируют и не всегда могут дать правдивую информацию. И такое же тоже случается. Конечно. У нас люди достаточно эмоционально бывают веселые. И в этом плане мы можем, конечно, видеть разные ответы. Например, какие-то выдуманные национальности или по качеству жизни что-то тоже добавляют от себя. Но, опять-таки, конечно же, будет какой-то процент ответов, которые будут найдены с такими лживыми, некорректными ответами. И, конечно, он будет вычищен. Это однозначно. Кроме того, есть параллельные данные, которые государство, которыми обладает. Это данные, собственно, госуслуг. Это данные федеральной налоговой службы. И я думаю, что они будут все совмещены. И эти показатели будут перепроверяться не раз. Для того, чтобы сопоставить и понять, может быть, где-то, в чем причина каких-то несостыковок. На сегодняшний день все равно велик процент тех людей, которые к таким мероприятиям, как перепись, относятся с недоверием. И считают, что для чего-то, для каких-то целей, которые потом могут как-то против них обернуться, собирается вот эта информация. Что можно сказать таким людям? Ну, вы знаете, я бы, может быть, немножко не так поставила вопрос. Может быть, не процент велик, который, в принципе, к переписи относятся с недоверием, а есть процент людей, которые с недоверием относятся к некоторым вопросам переписи. Вот, например, к доходам. Там есть вопрос о источнике ваших доходов. И вот когда люди до него доходят, соответственно, они останавливаются. Хочется ответить, а вам какое дело? Да, совершенно верно. Именно такой ответ и получает переписчик. Соответственно, здесь никакой тайны вы ни самому себе, ни переписчику, ни Госросстату вы не откроете. Дело в том, что вы же, когда регистрируетесь на госуслугах, все равно все наши кабинеты личные привязаны к кабинетам Федеральной налоговой службы. И эта информация, она открыта для наших проверяющих органов. Вы можете не отвечать на этот вопрос, например, но все равно эта информация будет учтена в общем обобщенных данных. Поэтому опасаться нужно, но как-то все-таки разумно подходить и внимательно читать формулировку вопроса. У вас же не спрашивают, сколько вы зарабатываете или какой у вас доход в месяц, что является двумя разными вопросами. А у вас спрашивают типы вашего дохода. Это зарплата или субсидия какая-то, или там, не знаю, стипендия или что-то еще. То есть, по сути дела, государство интересует. У вас зарплата как доход, который, ну скажем так, прибыльный, условно говоря, или вы получаете какую-то дотацию от государства. Я думаю, что в этом вопросе заложена вот эта вилка, которая интересует Росстат. И в завершении беседы давайте подытожим то, о чем мы говорили, и еще раз расскажем нашим зрителям, жителям Севастополя о том, почему такое мероприятие, как Всероссийская перепись населения, крайне важно для нашего государства. Повторюсь, для государства это важно для того, чтобы понимать рост и развитие региональной экономики, динамику этих региональных экономик, миграционные потоки. А для Севастополя это важно, во-первых, потому что Севастополь показал, как мы помним, самый высокий процент притока миграционного. То есть у нас город растет, следовательно, у нас есть люди здесь, они появляются, которые получают услугу здесь в городе. Город обязан эту услугу предоставить. И поэтому городу нужно четко понимать, сколько реально проживает здесь население. Не прописано, а реально проживают, которые являются потребителями услуг Севастополя. Это первое. А второе, за 10 лет, с 2014 года, Севастополь разросся, разросся частный сектор, разросся сектор высотного жилого строительства. И, соответственно, нужно понимать, как, ну, если хотите, переоборудовать город в ресурсном отношении. То есть куда нужно провести какие коммуникации, какой объем этих коммуникаций требуется. Потому что иначе качество жизни населения не будет соответственным требованиям федерального центра. А это не совсем будет верно. Поэтому здесь должно быть движение с обоих сторон. Если вы хотите от государства получить какую-то услугу, сделайте шаг на встречу. Ответьте на те вопросы, которые государство просит ответить. А мы напомним, что всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября в течение этой недели. Друзья, пожалуйста, необходимо каждому из нас, кто еще не успел принять участие в переписи, обязательно это сделать. А у нас в гостях была заведующая кафедрой социальной коммуникации Севастопольского государственного университета Ольга Валерьевна Ермак. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Берегите себя. До новых встреч. До свидания.